Привет, Ксения. Прости, что так получилось, но я была на слете в Москве, поэтому у меня не получалось проверить работу. Значит, смотри, у тебя очень неплохой скачок в качестве получился. Мне очень нравится то, что получается. Сейчас нам с тобой пришло время заняться материалами. То есть то, что структуру ты более-менее начала понимать. У тебя действительно хорошее построение, перспектива неплохая стала. Мне нравится то, что у тебя получается. То есть я начинаю чувствовать атмосферу. Теперь есть две вещи насчет объектов. У каждого объекта есть определенные параметры. Насколько он пропускает воздух, насколько он пропускает свет и насколько он отражает рядом стоящие объекты. Если мы сейчас с тобой обсудим это дело, то есть три вещи, которые тебе нужно запомнить. Сейчас я открою новый файлик. Первое, да, то есть это воздух. Вот так. Воздух. Второе – это свет. И третье – это отражение. Почему это так важно? Фактически, визуально это три вещи, на которые нам стоит обращать внимание. Если мы сейчас с тобой посмотрим в интернете, например, напишем… Сейчас мы с тобой знаешь, на чем сосредоточимся? На металлических объектах. Потому что у тебя большая часть элементов, она все-таки металлическая здесь. То есть она будет отражать цвет, мало его в себя впитывать. Поэтому мы напишем… Metal parts. И посмотрим, что нам выдаст. И ты можешь увидеть, что, во-первых, металлы бывают разные. Вот очень, кстати, неплохая вот эта вот картинка. Она тебе очень сильно… То есть выбери какую-то, на которую ты можешь смотреть. То есть выбери схемы материалов, на которые ты будешь основываться, когда ты будешь разрисовывать свою картинку. Теперь присобачь эти материалы, да, то есть референсы этих материалов к объектам, которые ты будешь рисовать. И тогда ты сможешь более подробно прорисовывать детали. Сейчас, секунду, она грузится чуть-чуть долго… Не знаю… Вот. Не хочет. Ну, давай эту. Вот. Не хочет. Ну, давай эту… Давай ее возьмем, теперь смотри. Давай ее возьмем. какой тебе больше нравится то ты бери то есть это больше именно дизайнерская отделка того что мы хотим сделать например мне нравится как вот здесь вот играет свет и мы можем решить что эти элементы у нас будут именно таким способом созданы теперь обработка мы с тобой уже научились мы знаем что обработка идет светом и тень но этого недостаточно то есть ты делаешь теперь все объекты свет и тень и больше ничего но нужно изучить как конкретно ложится свет и тень на определенные объекты прям более подробно сосредоточься на чем-то одном то есть по идее мы так не должны работать но для того чтобы ты сделал следующий скачок в качестве своего дизайна ты должна именно сосредоточиться на каком-то одном объекте все остальное пойдет легче то есть понятное дело что тебе сейчас нужно в общем этой сцене еще поиграться с валюс я еще не чувствую света который идет из этих окон но это как бы второстепенно да то есть это в общем и потом сможем комбинировать то есть это не совсем мы сейчас с тобой не то что учим как правильно работать а мы с тобой учим как правильно обрабатывать материал в общем теперь начинаем значит смотри вот твой объект в первую очередь это цвета да то есть и скажем не может быть такого что у тебя все не будут серыми то есть вообще-то очень на на храм на хром на работаешь давай попробуем немножко дать цветовое отделку твоим элементом у меня этого нету отдельно я так грубо вырежу ты сможешь это более аккуратно и сосредотачиваемся теперь на этом ты можешь вообще как бы с моей точки зрения для для продолжения обработки закрыть все остальное и смотри что у нас получается специфически если мы решаем что этот объект у нас будет очень похож на вот этот вот металл это не обязательно металл да просто здесь у тебя именно подходит нам нужно увидеть что у него отражается свет с двух сторон по какой причине скорее всего это солнце которое нам кстати очень подходит что на у тебя падает отсюда и объекты которые стоят рядышком которые может отображать теперь если ты внимательно пригляди что здесь здесь есть лучи света так ведь и они достаточно голубые мы сейчас сделаем еще сильнее чтобы можно было бы потом впоследствии дать здесь голубизны так этот объект но до того нам нужно обработать это еще больше то есть какие цветовые элементы мы можем дать во первых можем поиграться с самой сатурации этого объекта не обязательно же чтобы у тебя металл был обязательно такого цвета как все остальное то есть я хочу сделать его немножко голубовато теперь вот эта вот часть она прям зовет она центральная так ведь у тебя по центру картинки она прям зовет сделать это световым то есть у тебя игра света и тени и нам нужно поскольку она по центру это как бы все линии ведут к этому объекту дасти внимательно посмотришь все эти линии направляет это как центр картинки знаешь собирание силы поэтому то что я сделаю я выберу линию и покрашу ее в голубой цвет теперь получается центр у меня тоже будет голубым я хочу чтобы это как будто бы линии которые в общем то приводят нас ко всему то есть я сделаю дочерними все эти слои чтобы они у меня как бы относились к этой я не знаю это руль управления давай назовем это рулька разница это дальше у меня серединка как бы ядро она у меня будет таким белым белым теперь здесь тебя очень ты последнее время достаточно чисто стала рисовать то есть без текстур с этим проблем гонки должна понять что ты должна быть еще более аккуратно и у тебя она будет потихонечку гореть вот эта линия нам не нужна так она у нас не будет горящий потому я стираю то есть мы будем горящие оставлять только вот этот вот центральный элемент теперь мы дадим вот этот вот и ядро мы дадим чтобы она горела мы дадим еще больше отображение света по центру так и мы дадим glow поверху вот этого всего колеса и то есть это дает определенные яркости твоей картинки то есть это дает цветовые ощущения что у тебя не все монохромная то есть любой металл он может быть даже сам по себе немножко разноцветный окей теперь я должна понять вот допустим вот эта вот структура которую мы дали опять же вот допустим даже здесь у тебя эта часть она ближе к нам а эта часть дальше от нас значит по умолчанию эта часть будет темнее то есть я могу уже сразу же поиграться с этим на и дать скажем это сделать чуть-чуть потемнее и это у меня получится другая цветовая составляющая а то что ближе к нам я могу сказать что она будет наоборот посветлее да посмотри как вот этот вот объект сам по себе начал уже играться то есть без того чтобы мы даже еще как бы не начинали его обрабатывать а просто мы решили дать центр дать тени дать точки сказать как бы поработать с глубиной и сказать что какие-то элементы ближе к нам какие-то дальше к нам то же самое это я хочу вынести отдельно почему отдельно потому что я хочу потом их обработать чуть побольше и я хочу опять же поиграться с их цветовой гаммой они не были все одинаковые дать им немножко как бы повторение голубизны вот этого цвета теперь отдельно дальше разога разговариваем про вот этот вот центральный элемент весь да то есть он у тебя как бы по центру всей фигуры подумай о том он как бы в глубине или он снаружи то есть думай про объект обдумай вот смотри вот если мы посмотрим на вот эту вот головочку как это болта нам очень ясно и понятно что где выпуклое то есть какой объект как бы дальше от нас какой объект ближе к нам то есть она вся такая рифленая и это то чего я пытаюсь добиться от этого объекта чтобы нам было понятно что находится спереди а что находится сзади я скажу что давай мы дадим в глубь вот эту часть как будто бы у нас если бы мы делали бы мэйпинг этому объекту у нас бы получилось что у нас идет линия сюда а потом она немножко спускается и продолжается вниз на этот объект нас как бы поднимается наверх то есть рифленность это то как мы решаем это не то что нам дано по умолчанию теперь как мы это будем делать нам нужно поиграться с тенями мы решаем что здесь у нас будет падать немного тень я дам этому и сетю рейшин и то есть у нас вот этот вот объект найдет немножко глубину теперь он не будет так резко да это тень она не будет настолько резко ты посмотришь у нас вот здесь вот она как бы немного все равно сглаживается и поэтому то что я сделаю я выберу кусочек чтобы не вылазить больше чем не надо и возьму блурную кисть дам этому немножко сглаживание дальше как вы видишь сразу упа упа ушел вниз теперь сверху у меня отражается свет мы решили что эта часть у меня горящая значит она дает свет наверх этого объекта значит то что я сделала я должна дать ощущение того что у меня верхняя поверхность приняла на себя голубой свет и соответственно то что я сделаю я на этому оттенок неплохо смотрится я хочу сделать немножко посветлее окей да чтобы он него это можешь видеть что получается что он мне немножко на свету и как бы отражает немного свет я теперь как бы чуть-чуть переборщина с яркостью поэтому я вот тут вот капельку подотру и у меня получилось что посмотри насколько мы чувствуем теперь рифленность я успокоить я сразу чувствую вот этот да и спуск вниз теперь на данный момент это у меня только один объект я спустила это что я могу решить что скажем вот эти вот линии которые я покрасил они у меня тоже сверху что на них не падает тень на то что это как будто бы колесико такое посмотри сразу насколько у меня у объекта получается форма объявилась теперь я могу решить например что у меня здесь тоже на них падает тень до книзу или могу не делать этого то есть это все зависит от меня то есть как я определяю форму то есть скажем если я решаю что у меня падает тень значит у меня должны вот эти частички загибаться вглубь так ведь и сюда и каждый из этих объектов то есть они как бы получается у меня полоски приобретают объемную форму дальше вот этот вот объект да он у меня скорее всего будет выделяться то есть он у меня вверх поднимается да как будто бы у него вот эта часть объем кверху для этого мне нужно ему дать glow чтобы я ощущала что он у меня вверх то есть вот эта вот часть поднимается наверх сюда но этого недостаточно мне нужна еще тень которая будет идти снизу то есть любой объект который поднимается наверх он отбрасывает к низу тень вот таким вот образом нам как камень такой сразу выделялся что у меня происходит дальше здесь эта часть она является как бы частью до этого камня или она скажем так отделяется от него то есть опять падают ли у меня на вот эти вот полоски тени от этого объекта от того что будут они падать или не будут я буду выделять этот объект или наоборот углублять его внутрь и насколько сильно я буду это делать настолько выпуклее будет мой объект а посмотри насколько тени и вот эта вот вся штука позволяет нам как бы рельефность определить всех элементов с которыми мы играемся я хочу чтобы в общем вот этого часть она была тоже выпуклая как экран поэтому то что я сделаю я дам еще один color dodge я возьму выделю этот объект то есть я обрабатываю то есть ты поняла правильно что мы все обрабатываем светом и тенью но это не то что просто белые серые полоски вокруг нужно понимать чего я пытаюсь добиться и теперь скажем здесь сверху и даю больше света и мы скажем делаем это доджем неплохо soft light красиво смотрится окей получается что вот этот объект он у меня как бы где-то потемнее а где-то посветлее до ближе к свету чуть-чуть более яркий то есть даем как будто бы экранную такую выпукло то же самое здесь мы можем определить потом играемся мы с этим или нет то есть каждый кусочек скажем вот здесь вот она выпуклая эта часть или плоская то есть мы можем решить что она например выпукла и тогда нам нужно заново взять слой не бой не бойся делать много слоев то есть если ты будешь работать фолдерах и мы сейчас дадим ему темно мы будем давать ему тень обычно мы хотим чтобы ощущалось что он не серый не грязную тень а немножко фиолетовую опять же немного фиолетовый объект и соответственно с стороны он тоже будет немножко фиолетовый но поскольку около него есть голубой свет очень важно дать ему точно также тот же color dodge дать ему голубой оттенок он отражает да как здесь вот как вот этой головочки он будет отражать те объекты которые будут стоять рядом с ним и поскольку я работаю на разных слоях я могу себе позволить работать как бы сначала сильно а потом например подтирать или уменьшать это да то есть я всегда могу потом это все объединить и они у меня получится одним объектом но в конечном такете можешь вид насколько у меня заиграли элементы теперь скажем я решаю вот здесь вот очень яркий красивый белый свет я хочу чтобы это чувствовалось например желтизна лучи солнца я не хочу чтобы у меня все было такое мертвое и хочу чтобы у меня ощущалось солнечная погода снаружи и соответственно вот эти вот яркие элементы я начну работать с более твердым цветом я хочу чтобы он у меня был лоджин я пытаюсь создать вот это вот эти вот объекты то же самое здесь и здесь и здесь и а с другой стороны ты можешь видеть что у меня яркие бельки теперь для того чтобы их смазать я дам более прозрачный soft light сверху и назову его меня дочь но они у меня не четко видишь как насколько они мне фух начали играть все эти объекты теперь у них очень яркая темная тень вот здесь и рельефность чувствуется я возьму голубой не голубой а фиолетовый яркий фиолетовый и дам грубую тень по рельефности здесь тоже да как тут я фактически повторяю то что я вижу теперь это грубая тень вот ты начала здесь сделать да вот эти вот отражения теперь смотрите чувствуешь здесь голубые оттенки это очень прикольно я хочу с этим поиграть и хочу дать эти голубые оттенки голубые оттенки теперь смотри что получается они у меня немножко такие грубоватые поэтому я опять же дам немножко софт чтобы смазать это все дело и теперь большую прозрачность то есть оно там как бы есть но мы почти этого не чувствуем как и тут зори как мой объект теперь заиграл пересли я включу вместе с фоном это ты можешь увидеть насколько эта часть у меня жила по соотношению ко всему другому фону твоему поэтому что эти советую попробуй каждый на следующую неделю не важно сколько ты успеешь попробуй выбрать вот у тебя есть эта картинка которую я тебе загрузила выбери какой-нибудь объект пусть это будет золотой у тебя есть несколько видов материалов более голубой более золотой более темный более серый и попробуйте материалы наложить на какой-нибудь из объектов которые ты выберешь конечно что лампа оставь в покое там где ты считаешь что у тебя металл именно с металлом будем работать и попробуй попробуй обработать эти три элемента про которые мы здесь говорили воздух света и отражения на этих объектов сколько успеешь допустим здесь да то есть это в потенциале может быть этим да может быть какие-то золотые объекты могут быть этими может быть звезда у тебя будет гореть как этот золотой элемент и ты увидишь когда ты определяешь для своих объектов что за металл это как на них отображается это будешь более специфичной это как дать больше информации и будем двигаться дальше с этого